Всем ходор, с вами я, Наки, вы смотрите Гарри Поттер и Кубок Огня. Мне пришлось потратить порядочное количество времени для того, чтобы пособирать большие щиты, а их нужно было более 12 штук, для того, чтобы после второго тура я мог попасть в следующий. Но один щит я оставил, потому что мы его как бы и здесь должны получить еще даже за бронзу. Но давайте не будем медлить, вначале посмотрим карточки героя. А я, получается, как? Из-за много потраченного времени у меня собралось много бобов. И таким образом я открыл уже 5 наборов и дальше 6, как видите, мне недоступен. Открыл все 5 наборов у Гарри. Ничего такого там грандиозного не было, увы. У Гермионы, как видите, еще есть лишние драже. И тоже все открыто. И вот у нас, кстати, последний Виктор Крам. И карточки Рона. Вот у Рона оказалось самые полезные карточки вообще. То есть Рон имба, если им только играть. И как видите, я еще и не до конца открыл. То есть 5 набор у меня не открытый. То есть мы можем это сделать прямо сейчас. Я надеюсь, хватит. Так, давайте самое дорогое откроем. Снег или Снейп. Кому как. Смакгонагал. И вот у нас Флэр Делакур. Правда, она здесь настолько печально сделана. Хотя в фильме она довольно-таки красивая. Можете сами посмотреть. У каждого свои вкусы. Так, ну и 6 набор, как и у всех, недоступен. Хорошо. Отправляемся мы во второй тур озера. Выбираем этот эпизод. И... Добро пожаловать на второй тур. Ночью у чемпионов отобрали то, что им дорого. Их задача вернуть пропажу. Для этого им придется опуститься на дно озера. Чемпионы, начинайте! Мне интересно, да, вот они руководствовались выбором у Гарри Гермиона и Ирон. Для Гарри и Ирон и Гермиона одинаково дороги. Я не знаю, почему они забрали... Ну, почему Роулинг решила его забрать. Так, вот у нас... Я смотрю, как на метле практически единственное, что... О, ну набрать скорость мы можем. Так, собираем жабросли, чтобы... Ага, то есть то были жабросли, их нужно было собирать. Честно говоря, я этот уровень вообще ни разу не выполнял. Мне никогда не хватало на то, чтобы собрать... На то, чтобы собрать нужное количество щитов и таким образом пройти к этому уровню. А сейчас, как видите, все-таки решил... Хотя был соблазн скачать... Был соблазн скачать эти... Как его... Прохождение с цельки. Чтобы таким образом... О, так я могу с ускорением использовать. Это совсем другой разговор. Так, ну попробуем жабросли все-таки подобрать. Нет, не получилось подобрать. Подобрали. Так, а, у Гарри еще и жизни есть, еще и время. Я как-то даже не обратил на это внимания. Это плохо. Это плохо. Я могу даже на бронзу, наверное, не успеть. О, наконец-то. Что-то не особо много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну мы контрольную точку вроде бы как прошли. Одну. Ух ты. Такой ракурс. Я первый раз такой ракурс вижу в этой игре. И Гарри получает... Гарри, да хватит. Если вы здесь еще, знаете, воздух, но... Хотя у Гарри жабросли, которые позволяют ему дышать под водой. Ой, что-то их очень много. Я не знаю, для чего мне нужны конфетки Бартиботс. В принципе, у нас сразу же испытание... Лабиринт идет сразу же после... О, ну, к городу. О фильме я не помню вообще этот город. Честно. Я этот фильм не особо... Вникал на него. Вот так. Убиваем грибы. Вот черт. Еще чуть-чуть и все. Еще чуть-чуть и все. И придется заново. Да, не могу попасть по последним. Наконец-то. Времени очень много уже потрачено. Мне интересно, как много нужно... Ну, вернее, не как много, как быстро нужно было выполнить это. Фух. Это я не пойму. Это икра? Или что это? Лучше буду... Плыть и просто во все стороны стрелять. О, песня русалок. Не могу по русалке бахнуть разок. Я, кстати, не могу понять, они на каком языке поют. Вроде бы не получилось у меня с первого раза все это сделать. Просто по одной простой причине, что у меня кончилось хп. Это очень сложно. Но я надеюсь, я смогу хотя бы один щит собрать. И этого уже будет достаточно для того, чтобы пойти на следующий уровень. Я специально таким образом насобирал больше. Ну, как больше? Я думал, все-таки может два щита оставить и не мучиться. Но нет. Как видите, очень хорошо, что я забрал на один щит больше. Мне эти Гриндлоу, конечно, уже надоели. И, честно говоря, в книжке они как-то вроде по-другому описаны были. А здесь это такие маленькие осьминожки. Так. И куда мы это отправляемся? Нанести удар по опорам крыши. А, это крыша? Тут вообще не поймешь. Ну, 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 что нужно делать? Серьезно. О-о-о. Все. А зачем ему еще больше? Я не понимаю. Для чего? Для чего Гарри такой огромный проход? Если ему достаточно, честно говоря, было и у того маленького. Ну, хоть здесь Гринволл не так достают, как было в прошлый раз возле дверей. Хотя 7 минут. Ужас. Я 7 минут делаю этот уровень. Ну, вот, Гарри, ты там уже пролезть можешь. Не, ну, немножечко глупо сделан этот уровень, дизайн уровня в этом плане. Вот это, вот это боевка. Боевка это сильно сказано. Зачем? Для чего Гарри нужно было ломать весь потолок, рушить якобы? Ради чего? Он проплыть не может? Нет, он может проплыть. Очень спокойно может проплыть. Колокол. Здесь они что-то просто болтаются. А где Гермиона? О, так я на серебро выполнил. Тебя наградили двумя щитами. Круто. Круто, че? Третий тур в лабиринт доступен. Отлично. Новых карточек нет, увы. Как бы мне не хотелось. Хотя я, честно говоря, я не знаю, для чего они нужны. Так. Почему-то постоянно на первый эпизод кидает. Так. Второй узер тур есть. Видите, как он... Ну, раз ничего не написано, то есть Волан-де-Морт уже без каких-либо карточек будет. Ну, в смысле щитов. Так. Третий тур лабиринт. Ну, давайте посмотрим. Только профессор Грюм знает местонахождение куб. Он установил кубок внуки лабиринта. А в чем проблема была на метле просто подняться? Акция молния и полетели. Да, тут немного не такой лабиринт, как в фильме и не такой лабиринт, как в книге. В книге просто на поле от квиддича сделали лабиринт. Я так понял, трибуны и прочие зрители должны были видеть. Вау. Да, блин, дайте пробежать метр. Подождем. честно говоря, я не знаю, куда пишать. О, кто-то орхидеус. Так, но это явно не туда, да? Мне же в центр. Это откуда вы взялись? Так, я походу вернулся. О, а там закрылся проход. Так, что-то непонятное. Ой, ужас, что за крики? Честно, я вообще не представляю, куда нужно. Вот, 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 вперед вроде было. По крайней мере, чуть-чуть. Блин, ну, как специально. А почему я не мог карточки заюзать, которые я насобирал? У Гарри был сейчас и ХП, у Гарри было бы все. Я, наверное, опять не туда побежал. Я не понимаю, куда нам. Нет. Яуч. Гарри, че ты сразу так падаешь? Нет, что-то здесь не то. Мне кажется, я отсюда прибежал. потому что здесь нету дрожат, то да, я отсюда и прибежал. Здесь вообще можно выполнить его как-то быстрее. Мне бы попасть на противоположную сторону. да, сколько можно? Почему я не могу просто разломать, как это Гарри сделал книги, по крайней мере. Вроде бы было. Он просто-напросто каким-то заклинанием разбил. Да ну блин! Бред! Так, ну вроде я дальше чуть-чуть дальше продвинулся. Так, давайте давайте вот сюда. По крайней мере это не в той стороне хоть тупик. Чувствую, я буду долго бегать здесь. Долго. Буду очень долго искать. И заросло сразу же. Ну а здесь вроде я был. Вам не кажется? Да ну Гарри, ну ты прикалываешься. Блин, ну серьезно. Сколько можно просто-напросто уже пропало из... О, мы прошли. так, Акрам хотел нас заколдовать. Все, теперь убегаем, да? Теперь просто тупо бежим. Здесь нельзя никак ускорение использовать. использовать. Блин, все ближе и ближе. Вот только колючек здесь не хватало. Если честно. Давай, Гарри, беги. Я, честно говоря, постоянно направо бегу. Блин, Гарри, камера вообще неудобная. Зачем они вот это постоянно поворачивают? И долго нам так бежать? Нет, ну, серьезно, долго так бежать? Более, что Гарри все больше и больше пытается именно в стенку стукнуться? Вау. Вот это было интересно в самом конце. Что? Даже не прорисовали ничего. О, блин. Что мне с ними делать? Да-да-да, еще вот этого мне не хватало. есть. Одного вынесли. Гарри, ну, не в того, есть, сделал. Фух, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. никогда не проходил здесь. Новое доступное задание Волан-де-Морт. Я думал, нам сразу его запустят. Ну да ладно. Так, пропускаем эти все уровни ненужные. Честно говоря, я так и не понял, для чего. Может для карточек. А может какой-то свой смысл. Итак, появилась целая одна карточка. Ну давайте посмотрим, что это за карточка могла у меня доступной появиться. Вот. Ничего нету. А зачем мне показывала одна доступная карта? Непонятно. И опять защита от темных искусств первым стоит. Для чего-то. Так, Волан-де-Морт. Ну что? Это последний уровень. Последний уровень. Выбираем. Дайте хоть выбрать карты. Я не понимаю, зачем я карточек столько много собирал все это время, что я их не могу использовать. Я не оставлю тебя. Убей лишнего. А вот так это нам вообще решили не показывать эти моменты. Карри Поттер. Волан-де-Морт. Который вы... Волан-де-Морт. Волан-де-Морт. Тот, кого нельзя называть. Так, спиреты. А ну попробуем миксами. Тю, у меня здесь всего лишь... Так, ну по крайней мере, они все в одной стороне. В чем тут, Дейли, куча скелетов, я не понимаю. Волан-де-Морт, ты какой-то странный. Тут еще новость. Так, есть скелеты. Но что-то слишком много надо по ним выстрелов сделать. Камера отвратительно проработана в этой игре. Просто не понимаешь, где противник. Просто его не видно. Могли бы хотя бы чуть-чуть отдалить. Радует хоть то, что я попадаю по кому-то. Я хочу видеть твое лицо, когда я убью тебя. Ну я всех убил ски. И вот именно мне надо тот кусок... Показывать тот кусок. То есть камера вообще даже не центрирована на персонажа. Я хочу видеть, как жизнь покидает тебя. Ну все. Экспиллярмус, только Экспиллярмус почему-то синего цвета стал. Хотя он был красного сына. Оставьте его! Вау! Так, Гарри... Что? Не, я все понимаю. Но... Чуваки! Что происходит? Все надгробия поломал. А вот как выровнять? Почему он туда ушел? Да без проблем. Еще одна маленькая доза боли, Гарри! Больно! Правда, Гарри! Ты ведь не хочешь... Просто вообще луч... Луч очень странно двигается. Статуя? Поклонись смерти, Гарри! Ну, вроде бы скелетов всех не уничтожили. Да ладно! Я вообще не понимаю, как работает... Вот это вот фигня. Давайте попробуем пройтись и взять... О, копать чуть-чуть восстановили. Скажите, скажите, что надо делать, господин! Не трогать! Вообще, честно говоря, происходит какая-то ахинея. А что с этим лучом происходит, я не понимаю. Как его выровнять, я тоже не понимаю. И все, и Гарри умер. Ну что ж, придется еще раз проходить, чувствую. Заново, наверное. Да, с самого начала. Что ты припас для меня в рукаве? Сейчас бы очень пригодилась карточка на тройной выстрел. Да хотя бы даже на двойной. Да хотя бы даже на силу. Скелеты живучие, если честно. Теоретически, что там их разбивать? Вон, скорее, буквально один выстрел стрелой. Хотя тоже стрелой попробовал будете попасть по скелету. Ну, вполне реально. Ну что дальше? Голанди Мохт. Голанди Мохт. А, вот еще один скелет. И по идее, еще кто-то появился. Так. Да, вот есть скелет. Ну, вот опять камера ужаснейшая. Честно говоря, это какое-то высирание. То есть первые три части были интересные. Ну, что дальше? Ну, опять же, и, кстати, голос Воландеморта. Ё-й. Гарри, ты умеешь отбегать? Нет, все равно, бред. Что с этим лучом не так? Почему он крутится вокруг оси? То есть, я понимаю, мне просто надо было бы становиться так, чтобы скелеты не попадали. А это непонятно что. Какая-то светомузыка. И, ну да. Поклонись смерти, Гарри. Честно говоря, да. Я не знаю, что со статуей делать. То есть, ее, может, тоже нужно уничтожить с помощью... Блин, я все надгробия просто поломал. А как она по мне попала, когда я находился... И опять. Как она попадает, когда я нахожусь очень-очень далеко? Давайте здесь постоим. А, статуя ломается. Статуя ломается. Крыло, по крайней мере, отлетело. Если бы еще можно было хоть как-то этот луч контролировать... Но серьезно, контролем даже не пахнет. И тем более... Еще одно крыло отломали. Есть! Есть! Я уничтожил! Седрик появился. А родители будут? Нет, только... Появился дух Седрика. Гарри его тащит. Что вообще происходит? Ужас. А мы против Грюма будем сражаться? Хотя, наверное, нет. Уровня никакого нет. Если настанет время делать выбор... Между легким и правильным... Вспомните Седрика Дигари. Он был честным, добрым и смелым. Не важно, насколько убедительно ты будешь рассказывать, что произошло сегодня. Люди не будут верить в возвращение Волан-де-Морта. Но ты должен рассказать. Ну, это и все, как я понял. Игра такая получилась печальная, неоднозначная, с одной стороны, но с другой... Очень много негатива в этой игре, чем позитивных моментов. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментарии обязательно оставляйте. И ждите продолжения Гарри Поттер и Орден Феникса совсем скоро. С вами был Янек. Всем ходор! Продолжение следует...